9 июня Буйский областной колледж искусств встречал боевлян под звуки духового оркестра. Земляки, знавшие Николая Федоровича Абрамова, работавшие с ним, пришли к учебному заведению, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия на здании колледжа мемориальной доски в память о заслуженном работнике культуры Российской Федерации Николая Абрамове. Уважаемые боевляне, сегодня действительно большое событие в нашем городе. Мы открываем памятную доску в память о великом человеке, педагоге, работнике культуры, который действительно многого сделал для, наверное, развития культуры в нашем городе, который 27 лет руководил бессменно училищем искусств или музыкальным училищем нашего города. Человек великой души, человек патриот, хоть он не родился в нашем городе, но я скажу, что этот человек патриот нашего города, который много сделал для того, чтобы это училище жило и развивало в людях, в наших боевлянах, прежде всего, культуру, который много сделал для того, чтобы у нас появились прекрасные преподаватели. Многие дети соприкоснулись с музыкальной культурой, с искусством. Я думаю, что этот человек заслужил, чтобы на этом здании появилась эта доска. Николай Федорович много сделал для жителей нашего города, для горожан, и он это заслужил. Мне бы хотелось большинство благодарности сказать тем людям, кто участвовал в этом деле. Я думаю, что это пример для всех учащихся нашего училища искусств, для того, чтобы действительно люди знали и гордились тем, что в стенах этого училища работал такой великий человек, как Николай Федорович Абрамов. Спасибо. Я очень рад тому, что являюсь свидетелем такого торжественного открытия моему лучшему коллеге, музыканту, гражданину, патриоту. Я очень много знаю этого человека, и даже больше многих здесь присутствующих. Но очень рад тому, что его дело продолжается. А его главное музыкантское дело и любовь его самая большая – это любовь к народному оркестру. И очень хорошо, что сегодня дело Николая Федоровича, любимое дело его, продолжает молодой, способный Юрий Славович Смирнов. Могу сказать, что я с ним очень много все прикасался в городе Костроме. Сегодня мы были в Совете директоров при Методическом центре. И я был свидетелем того, что сколько он много внес предложений интересных, творческих во всей нашей Костромской области. Ну, а и особенно в восточной части нашей области. Спасибо ему за его выдающийся труд. Он чистый герой, потому что вы знаете, что он до последних дней работал дирижером. И когда последние силы покинули его, он только в этом случае прекратил свою творческую и жизненную деятельность. Вечерная память нашему большому другу. Николай Федорович Абрамов. Директор Буйского музыкального училища. Наверное, мало боевлян, который не соприкасался бы с этим именем и именно с Николаем Федоровичем. Николай Федорович, уже здесь сказали, 27 лет отдал развитию музыкального училища. Музыкальное училище стало центром культурной жизни нашего города. Пропаганды музыкального искусства. Давайте немножко соприкоснемся с работой музыкального училища. Оркестр народных инструментов, духовой оркестр, хор, вокально-инструментальные ансамбли. Все это несло культуру для наших боевлян. А вспомните выступление Оркестра народных инструментов. Выходит Николай Федорович во фраке с дирижерской палочкой, и зал замирает. Сегодня мы открываем доску, но это мало толика благодарности боевлян за то, что он сделал для развития музыкальной культуры в городе Буя. И в завершении мне бы хотелось прочитать стихи Ирины Скородумовой. Мы все уходим рано или поздно. И стоит ли об этом сожалеть, что в небесах среди равнины звездной легко и чисто песнь свою допеть? Свершив, что предначертано нам свыше, взмываем ввысь, как птицы на крыле. И мы молим, пусть голос нас услышал оттуда, как когда-то на земле. Вечная память. Право открыть памятный знак было предоставлено начальнику отдела культуры, молодежи и спорта администрации городского округа город Буй Светлане Муравьевой и дирижеру Оркестра русских народных инструментов Буйского областного колледжа искусств Юрию Смирнову, последователю и продолжателю дела всей жизни Николая Абрамова. Напомним, что Николай Федорович руководил оркестром училища, много сил и труда вложил в развитие учебного заведения. На черном мраморе он так и изображен в работе, в любимом творческом процессе, в концертном фраке с дирижерской палочкой, вот-вот готовый заговорить с музыкантами оркестра. В этом изображении весь он, до конца безраздельно преданный своей работе, музыке и училищу. Посвящение Николаю Федоровичу написано в трех емких словах с большой буквы – учителю, дирижеру, человеку. Все три звания он нес высоко и с большим достоинством. К мемориальной доске было возложено много живых цветов, а на памятной табличке изображена ветка его любимой чуремухи. Николай Федорович Абрамов в здании Буйского областного колледжа искусств проработал с 1979 по 2016 годы, до самой своей кончины, а у руля училища стоял с 69 по 2006. Церемония завершилась выступлением оркестра русских народных инструментов колледжа. Средства на памятный знак собрали родственники, коллектив колледжа и неравнодушные боевляния, которым дорого имя замечательного земляка. Кроме этого, живут его училища и оркестр. А это, наверное, главное, что могут сделать те, кто уважал и любил Николая Федоровича Абрамова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова